Всем привет! С вами я, Алексей. Вы находитесь на моем канале. И я хочу сделать объявление. У меня в Телеграме появился канал моего YouTube-канала, где я буду публиковать разные свои мысли, новости и анонсы видео. Также я хотел бы вас попросить сейчас... Ну, у меня канал немножко встанет, так как финансово у меня сейчас проблемы, я лечусь, мне нужно много денег на лечение. И мне не за что купить телефон для обзора, для тех же рингтонов даже. Все те, что... Почти все те, что телефоны у меня есть, я снял на них видео. Там еще 2-3 остается, еще один я заказал. Едет, он не скоро будет. Так вот, в видео-комментариях, кто хочет мне помочь, оставьте плюсик и ссылку, если у вас есть профиль где-то в соцсетях. Я найду вас, потому что есть почти в всех соцсетях. Ну, добавлюсь к вам в друзья и кину реквизиты. На них вы сможете то, сколько может задонатить. Потому что самому канал вытягивать мне немножко трудно. Мне никто за рекламу не платит. И рекламы моих видео почти нет. Никто у меня ее не заказывает. Хотя просмотры у меня нормальные. На то число подписчиков, которые у меня сейчас. И еще я хотел... Вот зашел на Улыкс. Хочу вам показать пару тупых объявлений, где очень сильно завышают цены, как не надо делать. Я в свое время, в 2014-2017 год, был перекупом. Покупал разные телефоны. Сейчас перекупом быть почти невыгодно, так как есть много дешевых телефонов китайских, которые конкурируют душным. И многие люди, которые не шарят в телефонах, выбирают новый китайский кнопочник, нежели какой-то там бу-телефон или даже смартфон. Начнем рассматривать наше объявление. Вот первое. Сейчас прогрузится. Ну окей, 12.55 она у меня есть. Брал я ее с рук за 100 гривен. Здесь цена 400 рублей. Это 100 гривен, это 240 рублей. Переводите. Сейчас в данный момент мы говорим про украинский рынок вторички. Но состояние более-менее, даже хуже, чем у моего. Читаем. Вот здесь как не надо делать. И читаем описание. Прошивка под городской номер. Номер отключен 5 лет назад. Предоплата за пересылку 100 гривен. И только новая почта. Ну, насчет новой почты я более-менее. Ну, предоплату за него никто не даст. Это раз. Во-вторых, цена на него два раза завышена. Так как его цена, за которую его сразу купят, до более-менее, это до 200 гривен. А за 400 он и даром никому не надо. Просто вот такие объявления, еще и предоплату, это может быть даже и развод. Точно не скажу, но такие объявления не стоит рассматривать. Переходим к следующему. Здесь у нас нотки 11.00 в идеале. Хотя здесь идеалом и не пахнет. Вот. Вытерт. Вытерт. Это вот кнопки. Передвес. 800 гривен. Это вообще ни о чем. Это очень дорого. Идеальным состоянием здесь и не пахнет, как пишет. Телефон полностью работоспособен. Пользуюсь им каждый день. Работает очень быстро. Шикарный звук и отличный прием. Идеальнейшим состоянием здесь вообще не пахнет. И цена ему... Я покупал телефон в гораздо лучшем состоянии. 11.00 с мининым корпусом. Правда. Ну, это такое. Я давал за него 250 гривен. Это мининый корпус. А если оригинал, это половину дешевле того, что здесь хочет этот продавец. Как он подписан. Ну, однозначно своих денег не стоит. Я даже как перекуп иногда покупаю телефоны. Сейчас вообще нереально бушками торговать. И если вы что-то хотите продать, то максимум... В Украине максимум, какой профит вы можете заработать, это 50 гривен. Раньше было намного дороже, поверьте. Следующее объявление. Я так пару взял. Там 11 штук, по-моему. Вот. С коробкой Space Gray. Пятый iPhone. Ну, вот даже 5S. Покупался в Ало в комплекте. Только телефон в хорошем состоянии. Сплей целый. Меткие црапины. Точи где работает. Вот. Такое объявление. Ну, здесь торга нет. Но даже с такие... Ну, если попытаться скинуть еще за доставку 100 гривен. Шикарный вариант. Вот такие объявления. Вот если вы начинающий перекуп, вы такие объявления стоит рассматривать. Так как, ну, сам по себе телефон дешевый. И за такие деньги только в идеале либо простая пятерка, либо 4S. 4. А тут 5S, так что вполне годно. Переходим к следующему. Так, сейчас прогрузит. Это у нас Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Однозначно не стоит своих денег. Здесь 2400. Это... Я вам так скажу. Напомню еще раз. Курс рубля русского. Это 100 гривен. Это 240 рублей на данный момент. Это... Я в тот же день, когда опубликую это видео, я его и снял. Смотрим. Корпус весь коцанный, царапанный. Хороший смартфон в хорошем состоянии. Батерей держит отлично. 3 гигабайта оперативной памяти. Внутренняя 32 гигабайта. Продаю по ненадобности. Ну, корпус коцанный. Какие-то артефакты на экране. Ну, это... Ну, просто не стоит. Даже если есть коробка, ему цена 1000, 1300, 1200, так. Ну, 1200 это максимум. Я бы вообще за него... Если бы я его покупал, я бы гривен 800-900 дал бы. Там меньше 1000 даже. Ну, однозначно не стоит своих денег. Ну, вот такие... Я не знаю, зачем люди выкладывают. Вот так вот втридорога продают. У нас почти все объявления идут так втридорога. И что-то адекватное найти. Это вообще сейчас особенно. Это вообще редкость. Переходим дальше. Nokia 90-х годов. 10 000 гривен. Это если на русский, это 24 000 рублей. Вот я сейчас так задам вопрос. Ну, просто за что? За что здесь 24 000? Тут даже... Кого интересует... Прошу звонить номер даже в онлайне вот сейчас. Он не стоит своих денег попросту. Потому что даже коллекционер, который... Ну, вот я знаю много хороших коллекционеров. Они... У которых много даже редких девайсов в идеальном состоянии. Ну, у меня... Я так, начинающий коллекционер. Ну, у них много девайсов в идеальном состоянии. Стоят... Где-то... Ну, они покупают... Вот у знакомого такая же Nokia. Он его купил с полным комплектом. В такое же состояние. За 2 000. Нет, вру, за 3 000. Там 2 с копейка, там можно округлить. 3 000. Здесь 10. Вообще. Ну, люди... Люди... Думайте головой перед тем, как что-то выкладывать. Ну, цены конские просто. Проще новые пойти купить. Переходим в следующее. Вот. Такие объявления вообще не стоит рассматривать. Здесь цена. Я вообще молчу. И фотография взята с интернета. Описания нет никакого. Ну, это вообще. Он никогда его не продаст. За такие деньги и такое описание. И даже фотография не родная. Идем дальше. Пятый iPhone. 2 600. Телефон iPhone 5. Цвет черный. Защитное... Стекло. Чехол. Книжка. Стан. Состояние отличное. Зарядка. Два оригинальных шнура для зарядки. 2 600 за обычную пятерку. Мы смотрели. 1 500 5s. Я знаю этого продавца. И по памяти здесь тоже 16 гигабайт. Ну, смотрите. Что 5s. 1 500. Что обычная пятерка. 2 600. Причем, ну, комплект можно более-менее одинаковый. Так что... Ну, не стоит он своих денег. На iPhone сейчас вообще цены завышают. Даже... Вот бесит такие люди. Выкладывают объявления. Даже не вытрет. Не вытрет телефон. Вот такой он грязный весь. Ну, это вообще... И хочет 2 600. Ну, просто... У нас люди немножко... Вот те, которые выставляют на вторичку, они немножко зажрались. Идем дальше. Два телефона. 250 гривен. Вот. Продам свои рабочие два телефона. Лежат без дела. Каждый по 250 гривен. А знаете, в чем прикол? Вот этот. Я на него распаковку, обзор делал. Уже на канале. Я за этот телефон отдал 229. За новый 229. Здесь юзанный. Затертый немножко. И 250. Также и этот. Второй. Максви. Он тоже в районе 240 гривен. Новый стоил. Его сейчас просто нет уже. В продаже его сняли. Ну, тоже затертый. Ну, не стоят они своих денег. Новый-новый. И то дешевле можно купить, чем БУ. Вот вам пример. И сейчас просто... Ну, старые телефоны мало кто покупает из-за вот таких телефонов. Вот этот Бравис. Вот, посудите. Человек не разбирается в телефонах. Пришел он в магазин. Ну, перед ним какая-то Nokia старенькая или Samsung, которому уже там 10 лет за 230 гривен. И вот новый Бравис за 230 гривен. Как человек, который не разбирается в телефонах, конечно же, возьмет новый. И просто потому, что... Ну, он новый. И все. Тут больше нечего добавить. Поэтому... Вот сейчас у меня в городе просто перекупом сложно быть, так как люди не хотят покупать. А если покупают, чтобы продать какой-то телефон, это или я уйду в минус, или в ноль просто. Ну, это даже не стоит время тратить. Сегодня еще ситуация была. Вот сейчас расскажу. Попал на такую. Заказал вчера вот. Решил попробовать, что это за объявления. Такие вот, где картинка на самих объявлениях скачана с интернета. Вот заказал, точнее купил без предоплаты почтой Sony Xperia себе. И, ну, как бы за свои деньги она нормально дал 400 гривен, но корпус там ушатанный, капец в ней, но она вся работает. Ну, поэтому, когда покупаете, ну, не обращайте внимание на... Ну, вот на эти объявлениях, где картинка с интернета. Идем дальше. Здесь у нас... Здесь у нас Fly. 300 гривен. Продам телефон Fly в отличном состоянии. ДОС, аккумулятор отличный, ТОР уместен. Теперь поподробнее с такими вот объявлениями. 300 гривен за телефон, который новый стоил. И стоит, в принципе, они сейчас эти Fly продаются. Он новый, стоит 350 гривен в магазине. Здесь 300 заушатанный, вот, за пошарпанный какой-то вот... Смотрите, вот это ободок, это или грязь, или он облезг. Ну, непонятно, экран весь царапанный. Ну, здесь просто не, ну... Не стоит его покупать, проще уже новый купить. Извините, просто немножко сложновато мне на русском разговаривать. Так вот, ну, вы же скажете, здесь есть ТОР. Поверьте, такие объявления, вот, где ТОР уместен, продавцы больше 50 гривен вам не скинут. На личном опыте, сколько я уже от телефонов покупал, больше 50 гривен они вам не скинут. Ну, и если даже скинут вот этих 50 гривен, вы его за те самые 250, за которые купите, продать не сможете, поверьте. Я по себе знаю, потому что я даже покупал с БУ китайских телефонов. У меня разбомбануло, я вот выкладывал видео, почему не стоит покупать БУшный китайский телефон. В принципе, с этим все, идем дальше. У нас еще два, точнее, одно объявление. Вот, смартфон, что у нас? ZA Plus M7, 1000 гривен, это 2400 рублей. Нету АКБ, а так все на фото, но вы под пленкой. То, что нету АКБ, это серьезный минус, потому что неизвестно, рабочий это телефон или нет. И из-за этого может просто прийти вам кирпич или нерабочий телефон. Так что, то, что здесь пленка, еще при том криво поклеена, это не значит, что он новый. И такие телефоны я тоже не советую ни на себе просто покупать, ни на перепродажу покупать. Так, идем дальше, еще, по-моему, одно объявление у нас, вот, 1000 гривен, разбитый в хлам, телефон нерабочий. Упал и после этого не работает. Это что у нас? Redmi Note 4. Или просто Note 4, не шар в этих Xiaomi, я вообще не люблю Xiaomi. Но даже этот Xiaomi свою 1000 не стоит, так как эти Xiaomi можно купить новые за где-то в районе 1500, не новые, но я имею в виду пушные, но в хорошем состоянии 1500 теряет 2000, можно дороже найти. Но 1502 это рабочие. А здесь в хламину раздроблены и за 1000, это вообще, ему цена, как по мне, это 300-500 гривен, но не более. Люди в два раза завышают цены, ну и поэтому сложно что-то найти на рынке, вот, на OLX. Вот такое видео я хотел сделать, оно у нас немножко длинное получилось. Просто хочу показать, что сейчас творится на рынке. Ну, есть и адекватные объявления, но вот цены. Но если, ну, цены эти адекватные, если вы просто собираетесь его себе купить. Но если для перепродажи, то объявлений очень мало. Потому что, вот, если рассуждать, так, вот, у меня есть 150 гривен, у меня есть, хочу купить, вот, допустим, вот, распространенная звонилка от Samsung, Samsung G1200, и хочу его перепродать. Ну, прикол в том, что, вот, найдете вы за 150 гривен хорошее состояние, скинете там до 120-130, и то вряд ли. За 170 он вам придет. Ну, и что, максимум, за что вы сможете его продать, это 200 гривен, ну, 30 гривен на варо сверху, это вообще ни о чем. Это у меня на автобусе, в деревню ко мне на автобусе туда-сюда съездите, вот, тебе 30 гривен их нет. Вот, в принципе, все, что я хотел вам рассказать. Поддержите меня в Телеграме, поддержите меня материально. Спасибо всем за просмотр, подписываемся на мой канал, ставим лайки, а также комментируем ваше мнение по поводу этого всего. Всем удачи и всем пока!